Представляю вашему вниманию кроссплатформенную браузерную стратегию Forge of Empire. Игра доступна как на вашем персональном компьютере, так и на мобильных устройствах. В игре вам предстоит развивать свой город и армию, начиная от каменного века и заканчивая далеким будущим, если, конечно, у вас хватит усидчивости и терпения. Если заинтересовало, ссылка на игру будет в описании этого видео на ютюбе. Ничего качать не придется, просто проходите по ссылке и начинайте игру. Forge of Empires. Внимание! Данное видео может содержать нецензурную лексику, эротические сцены, а также сцены жестокости и насилия. Уберите от экранов детей и людей с ранимой психикой. Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстфан, и мы продолжаем играть в South Park The Stick of Truth. Но сегодня у нас будет, знаете, ребят, такая особая серия. Я не буду, как бы, проходить какие-то определенные задания. Я просто хочу пройтись по всему городу, зайти в каждый дом, поговорить там с каждым человеком. Ну, в общем, такой обширный план. Но я хочу посмотреть, вообще, какие мы там побочные квесты можем взять. А то я обычно бегаю по квестам и даже не забегаю в дома, которые по пути встречаются. Не обыскиваю, не смотрю, что в них есть. Там есть какие-то магазины, центры, ну, всякие вещи. В общем, я думаю, сегодня я как раз этим займусь. Но, конечно же, не буду снимать всё вподряд, а будем показывать, как бы, только какие-то интересные моменты, которые я встречу. Ну, и также много тоже оставляют комментариев, что я там, когда где-то прохожу, что-то пропускаю. Там, знаете, бывает такое, что что-нибудь там, я не знаю, моргает какая-нибудь такая небольшая точечка. И это значит, что там можно туда стрельнуть с лукой. Там что-нибудь откроется, какой-нибудь проход или какой-то секрет или ещё что-то в этом роде. И, в общем, сегодня я займусь именно, как бы, буду ходить более вот так вот осматриваться, смотреть вот эти все секреты. Ну, в общем, буду стараться подмечать все детали в игре. Так, вот, ребят, кажется, нашёл какое-то интересное место на самой нижней улице. Как бы вот здесь, после красного дома, это, по-моему, даже наш дом. Да, это твой дом. Здесь есть такая, как бы, лавка, ну, когда идёшь. И вот дальше за лавкой есть ёлка, и за ёлку можно пройти. И здесь есть такая небольшая тропа, которая ведёт куда-то, мне кажется, это какое-то, я не знаю, потайное место. А может быть и нет. Так, здесь у нас дерево мешается. Мне вообще кажется, что как будто бы в игре появится возможность получать какие-то инструменты. Ну, допустим, вот здесь дерево. Может быть, я когда-нибудь смогу найти бензопилу и распилить его, или что? Как мне вот туда добраться? Я часто там встречаю такие места, где я не могу пролезть. Там, о, смотрите, группа бомжей. Здорово, бомжи. Да вы прям дикие. Отстаньте от детей. Кенни почти что умер. Так, чё будем, как будем наказывать бомжей? Я думаю, знаете, вот эти двое стоят в ряд. Надо бы этим воспользоваться. Ах ты ж, чёрт. Зря слил попытку. Так, Кенни, ты, наверное, знаешь чё. Знаете, у него есть какая-то странная атака, я её так и не понял. Ну, точнее, у меня не получилось её применить. Можно призывать зверей, чтобы они нападали на врагов. Но я не совсем понял, как это действует. Жми на А и Д как можно чаще. Вот, я жму, 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 жму. Избавься от них. Как избавиться? Короче, у меня обычно никак не получается избавиться. И Кенни просто погибает. Но они потом тоже нападают на врагов. Может быть, в этом и суть, потому что Кенни, он всё равно через какое-то время воскрешается. Вот эти бомжи жёсткие. У них у всех броня. Так, нам надо срочно полечиться. Чем-нибудь таким, знаете, сильно оживительным. Там не 40%, а вот что-нибудь побольше есть у нас. Вот, 60% здоровья. Восстановим, а то я вообще почти мёртвый. Так, ещё очки силы восстановила. Так, теперь давай... Дай-ка вот, знаете... У этого парня тоже броня. У них у всех броня. Против них только бронебойные использовать способности надо было. То есть, вот что-то в этом роде. Блин. Так, ну одного вырубило, это уже хорошо. Давайте ещё раз. Кого-нибудь пнём по яйцам. У кого тут плохие дела? Что у этого сейчас хуже всех? Может... Ну или давайте вот этого ударим. Так, вот и Кенни к нам вернулся. Кенни. У Кенни есть такая странная способность. Он может показать свою... Свою грудь. Хе-хе. Всё. Враг деморализован и у него теперь хромает атака. Так, Кенни, ну а вообще что делать-то будем? Давай с лука стрельнем. Жми любую кнопку мышки каждый раз, когда появляется сердечко. Я вроде нажал. Это не хорошо. Так, ладно, давайте его просто так добьём. Мне кажется, он уже довольно-таки слаб. Или кнопку F, чтобы пукнуть. Я ведь теперь могу пукать. Ну, смотрите, пердёж очень сильно бьёт врагов. Так, бомжи, что у вас есть тут? Эликсиры всякие. У вас тут сумочка какая-то, я смотрю, есть. Или ею... А, ею уже собрал. Ну что, неплохой вот такой вот закуток с секретом небольшим. Единственное, чего я не понял, так как вот пробраться за это бревно? Так что, если кто знает, пишите в комментариях. Так, ребята, опять нашёл вот эту жаровню. Пытался её всячески, думал, да блин, что же здесь делать, чтобы пройти мимо этой жаровни? И в итоге всё-таки наконец понял. Оказывается, я даже раньше не обращал внимания, но теперь, после того, как меня этот картман обучил, я могу ещё на кнопку G делать вот этот мощный пук. И вот, видели, я сейчас эту всю жаровню вот таким вот мощным пуком сдул. Я не знаю, я теперь думаю, может быть, этот мощный пук где-то ещё я мог применить. Может быть, там то бревно у этих бомжей сдуть, которое мне мешало пройти. Ну, хотя вряд ли пердежом можно сдвинуть с места такое здоровое бревно, но для каких-то других целей, чтобы какие-то другие препятствия устранять, эта способность теперь подходит. Так, я пришёл на край. Ребят, давайте попробуем... О, во, смотрите, я, оказывается, могу этих крыс своим пердежом отгонять. Ну, мне теперь, значит, доступны какие-то новые куски карты. Я не знаю. Правда, там вот вроде так, судя по карте, там типа ничего нет. Я не знаю, может быть, я туда не смогу пройти? Тут везде какие-то, это, столбы развешаны. Опасность, типа не ходить. Ну, нет, я могу сюда попасть. Какой-то лес. Мы где-то вообще за картой, да? Да, нас даже не показывают на карте. Мы просто где-то в лесу. Так. Это что у нас, картинка фермы? Ага, смотрите, действительно, мы опять на ферму пришли. Тут опять эти крысы. Так, погоди, погоди. Да, блин, пукни на них. Ай. Сейчас аккуратненько так. Во. Блин, ну я, ребята, кажется, понял. Похоже, этот лес, это как бы такая, знаете, как бы связующее звено между... То есть через него можно проходить и выходить в разных концах карты. Ну, я не знаю. Но, тем не менее, я думаю, что здесь в лесу должен быть какой-то секрет. Какое-нибудь потайное место. Давайте сейчас поброем, попробуем его найти. Ого, волки. Ну, получай, волк. Так, ну они в ряд стоят. Надо их сбит и бить. 170 здоровья, вроде не особо мощное. Получай, получай, волк. Так, неплохо. У него 57 здоровья всего остается. Так, ты у нас... У нас, кстати, Кенни, я не знаю. Попробуй, покажи свои соски волку. Даже волки не могут устоять перед сосками Кенни, да? А так и хромает. Хотя, знаете, вообще Кенни мне не очень нравится. Вот у него такие способности. Но у него только вот эта одна прикольная, которая бьет всех. А так он не особо дамажистый. Я не знаю. Баттерс как-то побольнее бьет. Ого, он призвал другого волка. Блин, это неожиданно. Знаете, когда на тебя несется волк, ты вот этого от него меньше всего ожидаешь. Ну там, ну укусит, ну поцарапает, но... Но не это. Так, они опять стоят в ряд. Получай. Получай, получай, получай. Получай. Кенни, давай теперь ты добивай этого. Мы даже можем лежащего ударить. Добивай этого парня. Смотрите, даже... У него даже вид такой, знаете, когда у него мало здоровья остается, он такой сразу, типа такого милашку себя строит. Не бейте меня. Маги есть. Так, просто два раза с долбанем тоже неплохо срабатывает. Так, ну и ты, Кенни, тоже просто ударишь. Чуть-чуть, пять здоровья, блин. Жалких пять здоровья осталось у него. Кенни почти труп. Мы сейчас его способность будем использовать, а то он и так сдохнет. Так, я не хочу бить ближнего, потому что у него здоровья мало. Мы его все равно убьем способностью Кенни, поэтому с лука бьем дальнего. Так, теперь ты, Кенни. У него, знаете, у него такая способность. Короче, насколько я понял, он все равно в любом случае подыхает, но это как бы ничего страшного, потому что он... Это же, блин, Кенни. Он же постоянно воскрешается. Знаете, я помню, там говорили, так, такая, типа, загадки было, или что-то в этом роде. Типа, у кого из... Ну, у кого из героев... А, ну они же там все играли в супергероев, вот эти, в Южном парке. Блин, отстань от меня волчары. И типа, ну, все там придумывали все способности, а у Кенни есть реальная способность. Он реальный супергерой, потому что он умеет воскрешаться. Короче, ребят, я долго бродил по этому лесу и в итоге встретил родаков. Вот ты где, мы повсюду тебя искали. Ты наказан, мистер. Отправляйся домой и живо спать. Ага. И, представляете, эти родаки, они меня действительно отправили домой. Нет, конечно, прикольно, но не очень. Мне все равно надо вернуться в лес. Я чувствую, что я что-то там не нашел. Хотя, по этому лесу я бродил туда-сюда. Там, знаете, там такая штука, он какой-то даже... Он неправильный. То есть, там нету какой-то нормальной карты, потому что ты можешь уйти в одну сторону экрана, потом вернуться и попасть совсем в другую точку леса. Он какой-то, ну, я не знаю, как заколдованный. То есть, там нету такого прямо определенного, понятного... Так, о, наконец-то. Я так и знал, что в этом лесу есть какой-то секрет. Я нашел этих зверюков в лесу. Помните, они в мультике были? Они, типа, выглядят такими милыми и добрыми, а на самом деле там то ли сатане поклоняются. Ну, короче, они дьявольские отроди. Эй, смотри сюда, новичок пришел. Ура! Если хочешь спасти свою душу, тебе надобно признать истинного владыку своим спасителям и отвергнуть прочих, как лживых идолов. Признать истинного владыку, отвергнуть. Не, блин, я, наверное, не могу его признать. Это же, но, как бы, наверное, ничего хорошего не судит. Давайте отвергнем. Но тебе надобно принять владыку в сердце своем, если хочешь спасти душу. Блин, нет, я не куплюсь, я не приму. Ааа, мы будем молиться о твоей душе. И что, все и ничего, да? Блин, похоже, надо... Я не знаю. Мы можем снова, да, поговорить и признать. Интересно, а на костер я могу вам передануть? Ха, могу, но ничего не произошло. Я думал вам угли раздуть. Эй, смотрите сюда, новичок пришел. Ура! Ааа, давайте на этот раз признаем истинного владыку. Ты спасен, вас славь сатану, твоего нового ужасного повелителя. Ура! Так. О, а, они теперь все будут моими друзьями, да? Здесь вообще, как бы, в игре важно приобретать новых друзей. Я, правда, не понял, зачем. Но, короче, там многие не хотят с вами дружить, если у вас мало друзей. Вот, доступно особое умение. Ага. Вот, видите, чем больше друзей, короче, тем лучше. А здесь целая грядка, целая поляна друзей в этом лесу. Ну, в общем, это такой прикольный и полезный секрет. Я даже не знаю, вот как вам показать. Ну, вот просто вот эту развилку, видите, вот на ней я пошел туда направо. Ну, наверное, не всегда, когда вы, в виде эту развилку, пойдете направо, вы попадете в это потайное место. Потому что этот лес, он глупый. Ну, то есть не глупый, он какой-то заколдованный. Ты идешь, можешь потом вернуться и попасть совсем в другое место, не туда, откуда ты шел. Ну, короче, тут все как-то это, набекрень. Вот, видите, я опять попал в это место. Ну-ка, сейчас попаду к зверям. Видите, а к зверям я уже не попадаю. Так, ребят, ну я ушел из лесу, там нечего делать. Здесь у нас какая-то детская площадка. Приходи играть в прятки с нами, ты воешь. А, и что, и все, все убежали? Мне теперь их искать, да? Новые задания, прятки. Ага, похоже, мне теперь придется по всей карте ходить и где-то находить этих детей. Не знаю, что мне дадут, когда их найду. Найди, прячь всех детей. Да, вот у нас появился новый квест. Так, вы, дети, вы не прячетесь. Они тут так и были. О, здесь какой-то сундучок есть спрятанный. Так, ты, Айк. Я король пиратов. О, еще один сундучок. Там еще, кстати, один сундук за флагом был спрятан, вот там наверху, но я его уже забрал. Умеешь хранить секреты? Я тоже нет. Так. Блин, ну, похоже, дети не здесь, не на площадке. Может, вот здесь кто-нибудь? В туалете в женском. А, туда нельзя попасть. А в мужской даже открыть нельзя. Типа, женский заперто, а в мужской меня не пускают. Эй, вы че, ребята? Так, ребята, я нашел еще одно место, которое не заметил до этого. Вот здесь, где склады, оказывается, можно было вот сюда направо пробраться. А, я сразу этого не заметил. Правда, здесь... О, смотрите, там сундук наверху. Только непонятно, как до него добраться. Может, здесь что-нибудь в ящиках? Нет? Нет, туда мы не пройдем. Так, ну, давайте... Я тогда не знаю. Давайте, может быть, попробуем пооткрывать вот эти гаражи. Здесь нельзя. Так, а вот здесь можно. Ключ от логового хаоса у меня был. Ха-ха-ха-ха! Ты задел сигнализацию хаоса. И теперь через 10 секунд земля будет уничтожена. 10, 9, 8, 7, 6... Я думаю, ничего не произойдет. Это же, блин, детские вредни. 4, 3, 2... Ну, может, что-нибудь произойдет, но смешное. В ведро воды выльется, я не знаю. Вот потеха! И теперь все это освещение и электрооборудование, которое ты видишь, никогда не выключится. И стащишь запасы энергии на земле и погрузишь человечество в глубокую холодную тьму. Без света, тепла, компьютеров или электричества люди не смогут противостоять зверям и силам стихии. Ага, ну ты прям злодей. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, этот комп. Я с ним ничего не могу сделать. Здесь тоже ничего. Кубик-рубик под стеклом. Даже выстрелить ни во что не могу. Жалко, жалко. Так, вон там какой-то парень фольгой обмотался. Это, наверное, и есть наш злодей. Как его там? Профессор Хаус. Дуги говорит, что ты достойный союзник. Профессор Хаус сказал менять лампочки, пока на земле не иссякнут запасы энергии. Короче, это не профессор Хаус. Это какой-то генерал-бардак. Так. Ну, что у тебя тут есть дома? Это мы все возьмем. Так, тут такая карта какая-то. Он, типа, пытался определить, кто же супергерой. Несколько вариантов отмел сразу. Так, нет, погоди. Дайте-ка посмотрю. А вот здесь что у нас? Может какая-нибудь подсказка? Не, вряд ли. Просто карта. Так, здесь что-то было. Холодильник. Отлично. Все заберем. Так, я, кажется, вижу фигурку. Отлично. Ага, и вот она, лестница наверх. Там как раз на крыше какой-то сундучок был. Но вот этот справа мы не можем забрать. Он здесь где-то слева был. Да, вот она. Сумочка. Значок красный крест. Отлично. Спасибо, спасибо. Так, ну все. Похоже, это все, что я могу здесь делать. А как вот тот сундук дальше забрать, я не знаю. На самом деле, как бы это. Я пробовал там снизу в другие гаражи залазить. Но там был один закрытый. Тоже нужен ключ. Может быть, вот если его открыть, то я смог бы добраться и до того сундучка. Так, вот, друзья. У церкви я тут нашел место. За елочкой что-то лежит. Это у нас... Сейчас давайте посмотрим. Это у нас iPad. Элемент задачи. Вернее, iPad Кевина Стоули. А, да, да. Это, помните, тот, который, по-моему, у нас Стартрек любит. Просил нас найти... Так, ребята, я, кажется, нашел еще одно интересное место. В полицейском участке здесь у нас есть какой-то проход. Это, кажется, проход в соседнюю комнату. Я даже не пробовал там двери внизу. Она, наверное, закрыта, да? И нам надо было как раз в обход. Давайте сейчас посмотрим сначала. Здесь обшарим ящики. Так, да. Вот эта дверь, она заперта. И мы, типа, могли в ту комнату попасть вот таким вот обходным путем. Но это не то, чтобы прям такой секрет. Мне кажется, это очевидная вещь. Но все равно решила показать это дело в видео. Сейчас посмотрим, что у нас в этой комнате. Здесь у нас какие-то шкафчики. Со всякой всячиной. Так, ключ от тюремной камеры. Ага. А где у нас тюремная камера? Ну, наверное, тоже где-то здесь. Может, на первом этаже в полицейском участке. Кстати, смотрите, эта дверь теперь... Да, мы ее теперь можем просто так открывать, когда мы открыли ее изнутри. Так, нам надо спуститься на первый этаж полицейского участка. И там еще какое-то было место, куда я не ходил. Наверняка там и есть эта тюремная камера. Вот эти, блин, инопланетяшки меня раздражают. Ребята, кто знает, что с ними делать? Короче, пишите, потому что... Ну, я не знаю. Плохо, что я не знаю. Так, сейчас с этими драться придется. Погодите, я хочу еще сначала узнать в полицейском участке. Мы же взяли ключ от тюремной камеры. Я еще вот здесь слева не был. Да, вот это, наверное, и есть тюремная камера. Так, а кто этот парень в тюрьме? У нас есть какой-нибудь квест освободить кого-нибудь из тюрьмы? Скорее всего, нам нужен ребенок, чем вот этот другой чувак. Приходи в более тихий денек. Я тебя прокачу. Я буду более осторожен. Эй, парень, вытащи меня отсюда. А как тебя вытащить? Тут как бы копы. Могу поклясться увеличением срока заключенного Бритоголову на два года. Спасибо, Терри. Я наконец-то смогу попасть в Диснейленд, который не проносили в тюрьму ни в чьем заднем проходе. Так, и что? У него здесь есть какой-то сундучок. Ничего особенного. Ну, похоже, это просто, я не знаю как, такая фишка, чтобы получить... Он же теперь, типа, мой друг. Чем больше друзей, тем лучше. А так, наверное, больше и ничего. О, сколь скорбные времена, когда молодежь страны бегает в костюмах подземелья и играет в дьявольские игры. Молодой человек, если ты действительно ищешь силу, то есть лишь один выход. Найди Иисуса. Найди его, а затем возвращайся ко мне. Ага, у нас есть Терри задание, найти Иисуса. Я помню, я тут бегал в церкви, я там что-то фонари менял туда-сюда, но при этом ничего не менялось. Может быть, если сейчас вернуться в церковь, то что-то произойдет, но давайте этим займемся потом. А ну давай, заставь нас, это мой игрушечный. Уже нет. О, детка потеряла игрушку. Че, нам надо помочь этой детке? А это кто? Проваливай, пацан, пока цел. Ой-ой-ой. Как говорится, лучше никогда не лезть в девчачьи разборки. Ну ладно, мы поможем этой детке вернуть ее игрушку. Так, ты, Кенни. Я, знаете, вот не люблю использовать очарование, но просто лишнее время тратить, поэтому начнем с простой атаки. Добьем вот эту девчонку, чтобы она уже не могла нам ответить. Так, у этой есть броня, и у этой есть броня. Короче, надо их бить бронебойными. Да, кстати, наверное, самое интересное, что Кенни может свою грудь даже показать вот этим девчонкам. Но, казалось бы, их это тоже, наверное, собьет с толку. Тебе нравится бить девочек? Надеюсь, они не сломали его. Уф, спасибо, с меня причитается пацан. У нас, кажется, есть новая подружка. 35 друзей, доступно новое умение. Так, кстати, да, интересно. Можно посмотреть мои умения. О чем это они? О каких умениях, собственно говоря, речь? Доступны привилегии. А, может быть, вот о привилегиях. Может быть, они мне дали новые привилегии, начисляются по мере получения новых друзей. Я уже тут взял три штучки. Знаете, что хочу взять? Максимальный запас очков силы хочу взять. Не знаю, что бы взять еще. Так, ну что, давайте зайдем в Сити Холл. Какая-то городская администрация, ну, что-то типа того. Так, госпожа мэр, ты же, наверное, богатая. Посмотрим, что у тебя есть. Блин, всего один доллар. Ну ладно, это лучше, чем ничего. Конечно, чего не сделаешь для ребенка и избирателя. Южный парк выглядит холодным и бессердечным городом из-за всех этих бездомных людей. Если ты сможешь пойти отмудохать всех бродяг и бомжей, то они уйдут из города. И это восстановит репутацию Южного парка как общество с чувством сострадания. Ты должен задать каждому из этих засранцев. Лады? Ха, прикольно. Эта женщина-мэр дает нам задание отмудохать бомжей. Я, кстати, до этого же ведь часто бил бомжей просто так. Оказывается, у нас по этому поводу есть задание. Ну, я надеюсь, что тех, кого я уже отмудохал, мне как бы зачтется. Замечательный мэр. Он как бы умеет решать проблемы города. Так, ребят, давайте зайдем на почту. Так, девчонка какая-то. Мне бы очень хотелось поболтать, но ты же не популярен. Похоже, она не хочет со мной дружить, потому что у меня мало друзей. Надо бы ее запомнить и вернуться к ней, когда у меня будет побольше друзей. Так, здесь у нас тоже можно пройти. Тут есть какой-то сундук. Со всякой всячиной. И я вижу что-то страшно извивающееся. Посылка мистера-мазохиста. Кто бы мог сомневаться. У нас, похоже, да, какое-то новое задание. В общем, надо заскочить, доставить посылку мистеру-мазохисту. Так, вот, ребята, я, кажется, нашел кое-что. Где-то здесь, неподалеку от... Блин, мне показывают, что я где-то здесь. Ну да, вот здесь вот. Центр незапланированное родительство. Центр абортов. В общем, здесь есть стекло. Я смотрю, это сверкает. Его можно разбить. Блин, из-за ним инопланетянин. Что с ними делать, я не понимаю. Но я вижу, что здесь еще за домом есть одна девочка. Пусть это останется между нами, ладно? А что ты там за домом делаешь? Что останется между нами? Ну, в общем, у нас есть теперь новый друг. Так, ребятки, я, кажется, нашел еще одного ребенка, который прячется. Билли хотел занять мое спрятываемое место. Ну, в общем, мы нашли еще одного детсадовца. И, ребята, знаете, где мы оказались? Мы оказались рядом с домом мазохиста. У нас есть задание от посылка мазохиста. Помните, мы там нашли на почте нечто такое извивающееся. Давайте, наверное, ему это дело отдадим сейчас. Ну, выполним квест, раз уж мы тут оказались рядом. Все равно я заглядываю во все дома и обыскиваю. Так, мистер мазохист. Какая у вас ваза красивая. Здравствуйте. Спасибо, новичок. Теперь меня ждет отличная ночка. Вот, если понадобится моя помощь, воспользуйся этим. Но в тяжелых боях на меня не рассчитывай. Я не хочу получить травму. Возвращайся, если снова захочешь меня вызвать. Только заранее. Я часто хожу на вечеринки. Так, теперь у тебя есть доступ к предмету, который позволяет вызывать подмогу в бою. Вызов подмоги – это мощная способность, которая поможет уничтожить всех врагов в битве. Предмет для вызова используется только один раз. Тем не менее, тот, кто дал тебе этот предмет, будет давать новый ежедневно. Ага, то есть я могу использовать подмогу, а потом мне надо возвращаться к мазохисту за новый. Ну, надо будет просто ради интереса опробовать в следующей битве. Ну, а по фэншу использовать эту способность только когда будут какие-то реально сложные бои. Так, ну вот, ребята, не отошел я и пары метров от дома мазохиста, как нашел группу эльфов. Давайте сейчас, наверное... Так, вот. Теперь у тебя есть доступ к предмету, который позволяет вызывать подмогу в бою. Вызов подмоги – это мощная способность, которая может уничтожить всех врагов. Хватит яйца чесать. Вот она, подмога у нас появилась. Ну что ж, давайте, наверное, ее и опробуем. Так, сырометная пледь призывает мистера мазохиста, чтобы тот поделился с одним из врагов своим внутренним миром и навсегда убрал его с дороги. Так, ну что, кого уберем из вас? Вот у тебя здоровья побольше, давайте на тебя. И причем, видели, это нам сейчас предложили мистера мазохиста призвать, а там, наверное, потом будут еще и другие помощники. Смотрите, что творит. Да, я помню этот момент в фильме, где он там поглотил, я не помню, кого-то. Ха, смотрите, а другие даже драться не стали, они убежали в шоке. Я бы тоже убежал, если бы увидел что-то подобное. О, вот, я вернулся к Лоле, и она теперь готова стать моим другом. Так странно, что мы до сих пор не друзья, и правда. Так, о, кажется, я нашел еще одного ребенка. О, кажется, я вижу еще одного ребенка. Ну-ка, иди сюда. Я не смогла решить, куда спрятаться. Так, о, ребят, мы, кажется, приближаемся к этой китайской обжиральне. Сити чикен, сити биф. И что-то все зачеркнуто и поправлено на монголин. Монгольский цыпленок, монгольские свинья. Так, давайте зайдем, посмотрим внутри. Привет и добро пожаловать в сити бог. Пожалуйста, заберите свой заказ. Сегодня мы подаем только монгольскую говядину. Она так хороша, я ее обожаю. О, привет, монголь. Тс, монголы следят. Они захватили меня на прошлой неделе. Веди себя естественно. О, да, монгольская говядина. Ммм, наивкуснейшая, да, вау. Нифига, она не вкусная. Она отвратительна. Если съешь монгольскую говядину, будешь сраться в штаны еще пять дней. Привет, монголь. Прошу, ты должен мне помочь. Монголы живут как крысы в башне мира по соседству. Я отвлеку взрослых, а ты проберись башню и перебей их детей. Перебей монгольских детей. Тогда они решат, что это соседство небезопасно и уйдут. Давай, давай, перебей маленьких монголищей. О, привет, монгол. Монгольская говядина пахнет задницей Лайонела Ричи. Купить, продать. Так, ну, в общем, понятно. Он нам дает ключ от башни. Это тут не по соседству. Я как раз мимо нее сейчас проходил, когда сюда пришел. И задание перебить детей монголов. Так, ну, а вы что? Вы мне ничего не скажете. Причем он говорил про монголов. Ну, и типа такой, поворачивается, и там монголы сидят. А здесь вообще не видно монголов. Ну, хоть бы это, я не знаю. Хоть бы действительно нарисовали, что здесь вот сидят монголы. Странные ребята. Это вот, вот эта башня, я так понимаю. Но мы сюда позже пойдем. Пока что еще это. Как бы потом в какой-нибудь другой серии. Это как квест будем разглядывать. А пока что я просто изучаю город. Так, я тут зашел в какой-то бар неподалеку. Так, так, ты похожа что-то типа рыцаря круглого стола. Добро пожаловать в тайверну, старика Скиттера. Я тебе вот что скажу, сударь рыцарь. У меня в подвале крысы огроменные. И поэтому я влип с нарушением чертового кодекса здоровья и ее величества. Если ты реально житель подземелья, то пойди и очисти от крыс мой подвал. И чего же ты ждешь? Шустрее! Так, ну а вот это можно задание выполнить. Ну в принципе как бы это. По пути тут далеко идти не надо. В подвал спуститься. Хотя там тоже далеко идти не надо. Всего лишь в соседнюю башню зайти. Ну ладно, как бы все равно осматривая ее дом, надо же его осматривать до конца. И в подвал тоже спуститься. Я не думаю, что тут будет слишком много боев с крысами. Крыса, привет! Какая-то крыса жуткая. Так, все, ребят, победа. На самом деле с крысами как-то довольно-таки, ну, просто сражаться. Легкий враг. Я думаю, так что у нас не будет сложности. Правда, одна из четырех убита. Надо еще три крысы убить. Ну, точнее, три группы крыс. Так, здесь что, не пройти? Ага, вот. Так, еще одна крыса. Получай. Так, здесь толстый крыс впереди, а слабый позади. Ну, давайте так, сейчас его с ракетки этого долбанем. Чтобы ему и тем, кто сзади маленько досталось. Так, Аббатерс сейчас своей способностью снесет второй ряд. Баба! Все, этим крысам много не надо. Осталось еще две крысы убить и пойти забирать награду. Так, ну все, с мышами покончено. Можно вернуться наверх. Быть не может, что ты неблагородный рыцарь после этого. Хорошо, парень, держи. Так, предмет снят. Мертвая крыса. У нас два новых друга. Дротики из бара. Оружие. О, здорово, мне дали какие-то дротики. Ага, вот они, эти дротики из бара. Это, оказывается, у нас в инвентаре. Мы обычно стреляли из лука, а теперь можем метать дротики. Ну что ж, неплохо. Они вроде для третьего уровня. И у них гораздо больше урона. Также мы наконец-то качнули себе четвертый уровень. Поэтому можем одеть более модные вещи. Например, мантию друида. Добавляет 6 брони, снижая урон от атак противника. Врагам, атакующим в ближнем бою, наносится до 30 урона. Отлично. То есть, меня бьют, а сами страдают. Я, в общем, пожалуй, одену. Хотя, а что там давала наша роба инока? Увеличивает максимальный запас здоровья, получая одну очко мощи при атаке ближнего боя. Вот это, кстати, было неплохо. Просто бьешь и восстанавливаешь очки. Вот это как бы крутая штука. Ну ладно, обойдемся, наверное, пока что без нее. Для более модного вида оденем вот такие очки. Я думаю, хотел бы поменять головной убор. Буду теряю вот таким бородатым бомжом. Я не знаю, я вообще много тут всего нашел. Как бы всяких разных предметов для смены своего скина. Давайте я пока что буду вот таким бородатым бомжом. Я бы себе хотел шляпу поменять. Мне не нравится то, что у меня есть. Так, где моя шляпа? Вот, у нас есть фенец друида. Клобук мне давал одну очку мощи при исцелении. А теперь я смогу добавлю себе брони и регенерацию двух очков мощи при каждом ходе на улице. Ха! Веселая шляпа. Перчатки друида. Получи бонус к защите в начале боя. А что мои прежние дали? Исцеление. Исцеливающие способности восстанавливают на 10 больше здоровья. От исцеления ты получаешь дополнительные 25 здоровья. Это, знаете, в принципе, хорошая вещь. Когда ты ходишь с баттерсом, он сразу тебя лечит. Да, там, ну, на 35 здоровья больше, я так понимаю. Давайте все равно возьму сейчас пока что, похожу в новом прикиде. Ага, кстати, я тут в поисках оставшихся детей вернулся вот в этот закуток, где были бомжи. И оказалось, я же не сразу заметил, что здесь в палатке был еще небольшой рюкзачок. Ну, вот что делать с этой доской, так и непонятно. И пердешь на нее, как я и говорил, не действует. Так, ребята, я так и думал, на самом деле ожидал, спустился в канализацию специально, чтобы поискать. И здесь действительно оказался один из прячущихся детей. Найдены 5 из 6, мне осталось всего одного найти. Кстати, помните, я тут не мог пройти, не знал, что делать. Может, тут пукнуть надо? Нет, это тут тоже ничем не поможет. Здесь надо какую-то доску ставить, я не знаю. Ребята, вот он, где прятался последний ребенок. На самом деле, мне пришлось загуглить, потому что, ну, блин, я даже по лесам излазил повсюду. Думал, мало ли, может быть, ребенок решил спрятаться в лесу, и надо будет его там спасать от волков. А оказывается, он был в банке. Я думал, все дети нормальные и прячутся не в зданиях, а на улице. Но вот этот, этот, блин, исключение. Нифига себе, как ты меня нашел? Да как, загуглил, где ты прячешься? Больше, наверное, никак бы тебя не нашел. Потому что я уже все здания обошел, и мог бы сюда в банк никогда не вернуться. Хотя я в этом банке делал этому мужику вклад. Мужик, дашь мои деньги назад? Нет. Он только готов просить новые деньги. Нет, спасибо, я не готов. Ладно, ребят, в общем, вот, наверное, на этом можно сказать, что я осмотрел весь город, и теперь дальше играть в Саус Парк я смогу более спокойно. Потому что до этого я как-то играл, но постоянно чувствовал какое-то чувство, блин, я бы в этот дом не заходил, я тут не был, или там что-то еще не делал. Вот теперь я в этом плане могу расслабиться. Я теперь точно знаю, что в каждый дом я зашел со всеми, пообщался, ну, точнее, если я в какой-то дом не зашел, значит, для этого нужен ключ, а это нам откроется где-нибудь позже по какому-нибудь заданию. Ну, или, допустим, были дома, в которых, скажем так, мне, мягко говоря, были не рады и прогоняли меня прямо с порогу. Да, вот такие вот забавные моменты случались, но в целом, ребята, я, собственно говоря, доволен, что я везде облазил, я теперь вроде как взял кучу побочных квестов второстепенных, но их выполнять мы уже будем в следующих сериях. Понятное дело, что я не все там нашел какие-то там спрятанных покемончиков или всякую всячину, на самом деле тут целая куча натыканных всяких мини-секретиков, и, конечно же, я многие из них пропустил, не заметил, но все равно я облазил карту, и теперь в этом плане, в общем, я доволен. Ладно, ребят, на этом, в общем, я и закончу наше сегодняшнее видео, с вами был 11.1, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, всем спасибо, всем пока!